Пространство выставочного зала галереи «Централь» сегодня наполнено запахом тумана, полевых цветов и шумом набегающей волны. Отправиться в живописное путешествие из зимы в лето предложили студенты художественного факультета Дальневосточного института искусств. Это выставка итог их работы минувшим летом на пленере. Каждый год молодые художники выезжают на природу, чтобы учиться красить на воздухе, где другой свет, цвет, другие ощущения. Большая работа проделана. Это каждый день рисунок, каждый день живопись. Несмотря на погодные условия, мы все равно встаем и идем рисовать без компромиссов. Летняя учебная практика проходит у студентов каждый год. И, казалось бы, все то же побережье, все те же цветы и небо. Но каждый год ставят свои задачи. И этот был особенным. Удивительные на состояние разные природные, очень дождливые и ветреные. И если вы пройдетесь по выставке, вы увидите и ночные пейзажи. Ну, не просто так ночные пейзажи будет студент писать. Наверное, был ливень. Наверное, целый день он сидел и не мог писать. Вот он, редкий жанр – ночной натюрморт. Даже для опытного художника увидеть цветы в полной темноте – сложнейшая задача. Днем нарвали цветов, поставили их на беседку. И ночью я увидела, как лампа озаряет его таким теплым, горячим светом на фоне холодных красок ночи. Этот силуэт меня так вдохновил. Это было два часа ночи. Мы не спали, да, дни у нас были дождливые. Поэтому ночь мы тоже использовали как по максимуму. Я за час набросала этот натюрморт под фонариком и светили на холст, потому что ночью рисовать очень сложно. Уже 19 лет именно в холодное время года институт устраивает выставки лучших пленарных студенческих работ, предлагая зрителю отправиться в живописное путешествие из зимы в лето. И кому-то эти картины действительно напомнят о красках и запахах ушедшего лета. А кому-то откроют новые имена. Редактор субтитров А.Семкин